Продолжаем тогда. Так, M компактная, возможно с краем. Дискретные Соболевские цепи. В этой главе мы через M будем обозначать компактная цепь бесконечность и многообразие, возможно с краем. Кси, это видзета, будут армитовыми векторами и расстояниями с базой M. Мы будем также предлагать, что многообразие снабжено фиксированной строго положительной кладкой мерой, но в принципе за нее может сойти и римного метрика. Хорошо. Пространство ЦК Кси. Пусть К целое неотрясательное число, обозначим через ЦК Кси комплексное векторное пространство ЦК сечения расстояния Кси. Зададим в пространстве ЦК Кси компактную открытую топологию и заметим, сейчас бы вспомнить, что такое компактная открытая топология. То есть прообраз каждого... То есть ты берешь два множества, одно откуда, другое куда, откуда компактная, а куда открытая. И все открытые множества отображений это такие функции, которые из компактного в это открытая бьют. Сейчас, которые... Как компактная... Угу. Угу. Ну, ладно, хорошо. На, вспомним. Заметим, что... Модуль... Нормы... Что такое ноль модуль? Не, это просто опечатка. Это типа ноль... Ноль... Это типа норма для... Непрерывных функций. А, хорошо. Это супушка. А вот здесь такой нормы нету. Супа XM. Ну, это по определению? Является... А, является нормой для... Да. Пространство цена Алексея является полным в этой норме. Вот, и вот это, наверное, самое сложное из того, что... Из тех утверждений, которые здесь есть... Ага. Потому что нужно проверить, что это действительно... Как это сказать? Что это действительно норма? И что она полная. Ну, полная... Ну, давай это проверить. Ну, давай это проверить. Да. Вот... У меня, короче, проверка, она была примерно такой, что... Сейчас скажу. Сейчас скажу, где это. А, что, короче, вот мы возьмем какую-нибудь функцию G, которая там бить будет, допустим, в какую-то такую точку. Ну, какую-то ее окрестность. И возьмем там норму F-G. Ну, то есть, типа, расстояние от F до G. Вот. И... Ну, оно будет, типа, меньше M. Ну, это значит, что функция какая-то... Ну, как, что она ограниченная, значит, там найдется такой U, что оно в него бьет. Вот. Это... Это ты что проверил? Это ты проверил? Ну, это я проверил, что всегда такую не можно будет выбрать. Так мы такую топологию и задаем. Ммм? Нет, в смысле, что вот эта норма, она будет задавать... Ну, компактно открытая топология в ней будет содержаться. Вот обратно я не проверил. Такая норма, что задаваемая ей там топология, она содержит компактно открытую. Ммм... Сейчас, хорошо. Так, это норма, все окей, классно. То, что полно зададим рядочком, компактно открытая топология. То есть, хорошо. У нас как прождается? Я говорю, что G принадлежит эпсилон окрестности от F. Тогда, только тогда, когда норма F минус G, такая нулевая, меньше, чем... Эпсилон. И откуда, куда они бьют? Они бьют из этого самого, из многообразия векторного пространства. Векторное пространство? Да. Да. Вот, ну и ты посмотри, раз у них норма меньше, чем эпсилон, то, значит, супремум вот этой функции, он там, ну, как бы, меньше, чем эпсилон. Значит, F находится, ну, F от X находится на каком-то расстоянии, там, меньше, чем эпсилон от G от X. Вот. И значит, что F находится, что F от X, ну, типа, в какой-то окрестности G от X. Ну, то есть мы просто можем приклеить, даже не приклеить, а взять эпсилон окрестность, объединение всех эпсилон окрестностей точек из U, откуда бьют F. Оно будет бить, нет, нет, это не компакт. Нет, компактное, это откуда бьют, то есть это мы берем какое-то произвольное, там, компактное множество на многообразии. Хорошо. То есть как мы сделаем компакт? Так, мы скажем, что это будет замыкание эпсилон окрестности U, откуда бьет F. Как мы организуем открытые выборы? Это же разные окрестности. Вот это у эпсилона то, что ты нарисовал, это окрестность в функциональном пространстве. Ну? А у нас сейчас я напишу, как это в компактное... ой, господи. Ща, ща, ща. Это значит... Это окрестность, она задает компактную открытую топологию. И наоборот, компактную открытую топологию содержится в топологии. Так. F типа бьет из K в U. А, ну то есть мы берем какие-то любые два K, которые содержатся в M, и берем U, которые содержатся в векторном пространстве. И берем, значит, мы сопоставляем все функции такие, что F от K содержится в U. Вот. Теперь, если у нас F минус G ноль меньше, чем эпсилон, ну там, а G какое-то ограниченное, да, потому что... Ну, потому что оно по определению из вот этого C0, то типа F от X, там, минус G от X, это элемент там какой-то U от нуля. Да, ну и, соответственно, F от X, это элемент там G от X. Точнее... А, и в этом... Да, U от нуля плюс G от X. Вот. И это столько мы на Луну не определяем. А хотя нет, без разницы. Хорошо. Да, это очень... Да, открыто это потому, что вы просто в векторном пространстве. Замечательно. Теперь, почему компактно открытая топология в этом содержится? А, ну это, по идее, сейчас и доказали. Ну да. Ну, то есть, по идее, нужно еще в другую сторону, чтобы компактная открытая топология типа будет содержать порожденную вот этой вот штукой. Но, возможно, тут стрелки просто в обе стороны работают. Вроде, да. Вроде, да. Вроде, не работает UbiStone. Даже не вроде, не работает UbiStone. Что, не паримся. Окей. Хорошо. А полный, потому что рядочек. Там он ограничен, поэтому он скидывает. Там полный даже по другой же причине. Ты просто берешь это самое FK-FM и если она стремится к нулю, то суправому FK-FM это, ну, по функции просто по точечке сходится. А, ну да, кстати. Да. Поэтому у тебя, типа, предел, он такой. А, так ты что, правда, ты предполагаешь, надо еще это дело. Ну... Сейчас скажу... Вообще не нужно, конечно, предполагать. Так мы его просто рядочкам задаем. Все. А потом говорим, что... Это же ценой. Это же ценой. Нет, другим рядочкам. Там можно. Я еще даже скажу тебе как. А-а-а. Я же спешу тебе. Давай. Давай. Только сомни. Шпаргалки. Давай. Хорошо. Так. Пополнение. 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 А, погоди, слушай, я вот так скажу, если у нас, смотри, норма FN-FM при стремлении бесконечности стремится к этой бесконечности, у нас получается, что функции сходятся поточечные, в том смысле, что F от X сходится поточечные, у нас функция тогда определяется, ну, предел это будет просто, господи, объединение пределов там каждой точке, то есть объединение по X, лимит там F от X, FKT от X, вот. Ну, да, ну, то есть, мы просто, как говорим, мы говорим то, что у нас вот эти пространства функций просто, мы предполагаем, что оно плотно, ну, что, всякое пространство плотно в свое пополнение, и дальше мы, как говорим, то, что... То есть, есть у нас просто так более абстракт, у нас какое-нибудь E нулевое, а оно плотно в E, да? Да, это его... это все нормированное пространство, и если E нулевое плотно в E, то у нас есть вот это E, это элемент из E, это X, из E у нас есть какой-нибудь элемент вот здесь. Там его... ты что делаешь? Его E на окрестности. Значит, а дальше мы берем вектор, который... Короче, так, чтобы вот это X1, а дальше мы берем как? Так, чтобы X, плюс X1, минус X2 было меньше окрестности, то есть, вот где-то здесь, а потом здесь берем, потом здесь берем, потом здесь берем, короче, если мы их будем складывать, то есть, ну, это X2, это, понятно, это уже элемент какой-нибудь в начале координат, да? То есть, он будет там меньше какого-нибудь E на N. И если подбрать оттенки, то мы, в принципе, перейдем к тому, что мы можем представить себе X приблизить такой суммой, где минус сумма X катов, и там можно так подогнать, чтобы, если здесь суммирование вьется от K до N, что это меньше, чем E на 2 в степени, короче, что-то там, какой-то L, который растет C, ну и все там классно. А, вот, ну, окей, здесь это, короче, предлагаю свой вариант еще. Вот, то есть, мы знаем, что, пускай это у нас там фундаментальная последовательность, она стремится к нулю, ну, из-за того, как задана норма, у нас получается, что FKT от X минус FMT от X стремится к нулю, но эта последовательность, она уже в векторном пространстве, она полная, поэтому этот предел существует, ну, для каждой отдельной точки X, и дальше мы эти пределы по каждой точке просто объединяем и получаем у нас функцию. Ну, объединение пределов это что? Ну, в смысле, что функция в точке это предел, ну, типа, предел... Я-я-я-я, я понял. Да-да-да. Значит, напомним, что, как указывалось в главе 4, если что, то даже в главе 4, я на про что? Просто в главе 4 про построение этих самых джетов. Если FKT, карты многообразия, тривилизация, то сечение представляется отображением, то представляется отображением VRN вида. Ну, да. Как будет джеточка отсюда? Следующее отображение, каджет, продолжение... Прошусь, стоп-стоп-стоп... Эм... Карта многообразия, у нас есть тривилизация и сечение. Угу. Угу. От отображений... Так, представляется над этой штучкой, шуткой, кстати, за буквы, на будем Г называть. Наш слой, да? Буква это О-красивая, может? О-красивая, может? О-красивая, это слой, да? Вот О-красивая, это как раз таки карты. А-а-а, всё, да, понял. Представляется отображение Пси на Фи на... На Кси... Чё-то там. Типа Фи-1 из окрестности VRN, потом F бьёт из этой самой, из... Господи. Фи-1, точнее, наоборот, бьёт из РН в окрестность многообразия, потом Фи бьёт из... Да-да-да. Ну вот. Я понял. То джет очка от этого всего, это карта на прямую сумму ДК, а потом мы просто, как бы, вкладываем производные ДК от их. Отсюда следует, что отображение Каджет продолжения из Ци бесконечности от Кси, Ци бесконечность, Ашкаты от... Это... Эта площадка, это джеткат, это должно быть. Джеткат от... Джеткат от... От... Кси. Да. Расширяется естественным образом до отображения Цэкатова в Цэ нулевое джеткат от Кси. Ну, да. Логично. Как легко видеть инъективно гомеоморфно вложение. А, как легко видеть инъективно, и мы топологизируем Цэкат от Кси, чтобы было гомеоморфно вложение в компактно открытой топологии. Окей. Тогда сходимость ФНК к пространстве Цэк к Си в первенах вышеуказанных координат означает, что если... Да, вот компактное подможество, то последовательность дифференциала сходится равномерно к дифференциалам и компакте. Это показывает, что джекатая изоморфно отображает пространство Цэкатая на замкнутой подпространством... Ну, короче, да. Угу. Спасибо. Спасибо. Дальше, Гейбердово пространство H0. Слушай, а к чему вообще придём здесь, в конце концов? Ну, мы пока что строим для расслоения вот эту... Господи... Ааа, этот сбор в России... Течение? Оно... Послойно? Мм? Послойно? Ааааа... Ну, да... Типа того... Ну, то есть, в каждом слое своя геометрия, там своя столярка. Ааа, окей, хорошо. Сейчас. Напомню, что в силу параграфа 4 главы 4, скалярное произведение определяет структуру предгильбертово пространства на C бесконечной X. Определим H0 как дополнение этого предгильбертово пространства, как пополнение. Ясно, что мы можем и будем рассматривать пространство H0 как пространство таких измеримых сечений F расстояния X, что меньше бесконечности. Хорошо. При этом мы отождествляем сечение, равные почти всюду. Ну, потому что у нас компактно открытая топология задает поточечный восходить. Ну, вообще, мне кажется, потому что у нас интеграл не различает отличия в точках. Ну, типа дискретное отличие. Кстати, нет, нет, это бред. Поточечная исходимость не может быть заданного. Это я что-то затупил. Как ясно, что мы можем... Значит, хорошо. Терема 1, подлежащая топологическому гильбертово пространству, не зависит от меры на многообразии M. Ох, рар. Ты знаешь, что такое производная родома Никодима? Да. Это, короче, это самое... Там такая штука есть, такая теорема из теории меры, что любая мера — это интеграл. Вот. И у тебя поэтому, получается, если неси какая-то другая мера, то она может быть выражена, ну, типа, как производная. Ну, от функции, которая там в интеграле будет. Какую-то функцию подставить в интеграл, и тогда там дмю по какой-нибудь депси — это будет вот функция, которая в интеграле стоит. Там, в Википедии можешь забить. Как это выглядит? Да, я помню, это было в Хелемском. Значит, если Ро производная родома Никодима, другой строго положительной гладкомеренной нагобразии M в заданные меры, то Ро и корень из Ро являются строго положительными в своей бесконечности функциями на M. И, следовательно, умножение на корень из Ро и на корень из Ро являются ограниченные взаимнообратные преобразования пространства лишь на любом в себя. но корень из Ро на F есть в точности норма элемента F в пространстве H нулевое кси, построенной по второй мере. Так, стоп. То есть, оно да, но как... Норма элементов F в пространстве. Так, а почему это норма элементов? Да, потому что у нас этот корешок выносится, и потом мы корень берем. Да. Отлично. Значит, если... Я, кстати, все думал, а где же мне понадобится эта теорема? О том, что меры могут быть так выражены. Да, вот все. Я тоже, когда это читал, подумал... Вау. Что забыли? Сейчас понял, что да. Если T, это гомоморфизм слоей... Кстати говоря, это же нам помогает рассматривать вообще там любые многообразия, типа они только симплектические какие-нибудь. Потому что мы теперь, типа, задаем меру, ну просто как меру, а не как форму объема. Все. Ну да. Круто. Теперь студент добрается учить теорию симплектических мер. Если T, это гоморфизм расслоения, то отображение, которое он индуцирует на функциях, продолжается до ограниченного льняного преобразования. Так, хорошо. Стоп. Дайте вспомнить, что он индуцирует на функциях, на сечениях. Получается, здесь у нас эта штука. Здесь, как бы, получается, Epsilon X вкладывается в C бесконечности. А, ну в качестве нулевого сечения, да. Ну ладно, это просто же этот, обратный образ там для сопряженного функтора. Для контравариантного функтора C бесконечности. Вот. Нет, чё-то я, 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 я тут куплю сегодня. Ну, типа, как если, как это, универсальная конструкция, типа, что C бесконечности, это там HOME из E в, ну, в какое-то векторное пространство. Тогда у нас там T индуцирует T со звездочкой, которая действует композиции на HOME-ах. Сейчас, значит, HOME из M в Epsilon, это будет, скажу, что это C бесконечности, да. Хорошо. Значит, у нас есть отображение такое. из этой вебси, оно, нет, вот такое у нас есть отображение. Вот вот там... Да, из двух сортов. Да, вот, да, вот. Э, почему-то.. Эээ.. а почему к нему существуют обратные? Я? Погоди, потому что это вот, мы просто берём композиции.. Вот у нас была F, вот такая, мы взяли её, скомпозировали с T, у нас получилась вот такая. Так, C бесконечность — это отображение не из X, а в X. Ну, блин, слушай, F вообще как-то, ну типа да, но оно как бы из многообразия от X. Давай проверим это на каждой карте. Ну давай. У нас получается есть карта. Погоди, это какой F у нас вообще задаётся? Это у нас F со шляпкой или обычная? У нас есть карта, это C, N. Просто, у нас же до этого как раз там было вот это, мы расписывали то, что F локальное, это там из R, N векторное пространство. Ну так, ну так, ну да, просто на картах это всё расслужило. Ну да. Сделаем по идее то же самое. Значит, это будет просто какой-то слой нашей ответственности, на котором мы работаем. Нет. Это будет и гомеоморфно. Ну и ноги, короче, ладно, это вред. Вот. Хорошо. И у нас есть отображение расслоений, которое на каждой карте задаётся как отображение CN на V, на, получается, VX, а здесь это CN на V это. А, вот всё, смотри, вот такая вот будет штука. Типа F бьётся из многообразия в E, а если добавить T, оно будет бить из многообразия в F. А, Господи, да, функторы сопряжения на же композиции. Всё, я что-то затупил, замудрил. Да, да, да. Прости, пожалуйста. Да, что же бывает? Время позднее. Ну я просто спал ещё везде. Приложайте, у меня сначала была школа, а потом я спал. А, это классно поспать. А чё, а, блин, школа в субботу. Школа-палка. Ну да, у нас сейчас, типа, у нас были приносы из-за праздника. Значит, доказательства, пусть NT от ROR норма линейного отображения, тогда на TRO, получается, на TRO это каждый точек, да? Ну, это слои, типа. Ну да. Тогда функция непрерывна. Откуда А равный супремуму из очевидного неравенства? А что такое А? А, всё. Ведикат утверждения теоремы. До ограниченного линейного преобразования пространства пространства. Вот, всё хорошо. То есть мы, как бы, послойно проверяем ограничение. Ну да. Значит, следствие, подлежащее топологическое пространство не зависит от ормитовой структуры расслоения кси. Доказательства. Если мю, или что это, если это есть расстояние кси с другой ормитовой структурой, то тождественный элемент продолжается по теореме топологического векторного изоморфизма аш нулевое, да, между аш нулевой и кси, это расширение, как легко видеть, совпадает с тождественным отображением пространства аш нулевой и кси. Почему? Я что-то забыл вообще в этом разобрать. Вопрос хороший. Так, как легко видеть, то есть, хорошо, нам задали изоморфизм явно в виде, давайте мы его распишем. То есть, расстояние к другой структуре, у нас каждый элемент переходит в себя. Потому что по теореме 2 он продолжается до ограниченного линейного преобразования вот этого пространства в это. А, у нас получается будет ограниченное линейное преобразование в одну сторону и в другую. Да. А это, простите, уже изометрический изоморфизм. Нет, это топологический изоморфизм. Дальше, пространство C0 от XI, плотно в пространстве H0 от XI. Вложение ценой в H0 непрерывно. наказательство если F в... сам я знаю, что интересно? Он же в самом начале параграфа говорит, что мы можем... Давайте мы это будем рассматривать, и сейчас он получается доказывать, что мы можем так рассматривать. Хорошо. Ясно, что мы можем и будем рассматривать пространство H0 от XI как множество таких измеримых сечений F расстояния от XI, то вот на этот интеграл он меньше бесконечности, и это же пополно... Знаешь, изрезает от того, что Харди, он же вроде в апологии математики писал, то что знаете, в принципе, если вы доказываете теорему, то вы уже знаете, что она верна. Поэтому доказательство это чистая формальность. Если F это ценолисичка... Но мы же типа задали другую норму и пополнили по этой норме. А, ну, кстати... А, ну, да, то есть получается... Ну, даже если мы его построили как пополнение, то, ну, да, ясно, что он плотно в нем. Нет, так я не про это. Он сейчас говорит... он сейчас ничего не говорит. сообщения и это вариант. Если... Не-не-не-не, он H0 изначально задал как пополнение C0. Поэтому... да, да, но, кстати, из этого это становится еще очевиднее, потому что как бы, ну, C0 оно больше, чем C бесконечность. Да, получается, послойно выполняется такая... нет. F кси квадрат равно интеграл O M F от X кси квадрат так что меньше либо равно только небройность это отображение дому... Нет, там наверняка есть теорема об обращении этого неравенства. Они это, знаешь, как мусор подкавел заметают постоянно. Так как C Epsilon и пространство. А, нет, кстати, неверенно следует чисто из такого, да. И пространство C бесконечность плотно ваш нулевое кси, то тем же свойством обладает и пространство C нулевое кси. Ну да, логично. Дальше, пространство аж кси. Вот, кстати, да, вот, опять же, он при этом в конце сам об этом пишет, что C бесконечность очевидно плотна ваш 0? Ну, тогда понятно, что C0 днем плотна, теорема просто не нужна даже. Теорема показывает непрерывность вашей. А, ну, ну, окей, хорошо, да. Кстати, а почему оно плотно? Оно плотно, потому что в C0 функции больше, чем в C бесконечность. нет, это понятно, я говорю про то, что почему C0 плотно в H0? Не C0, а C бесконечность. А, C бесконечность, потому что мы H0 определили как пополнение C бесконечность по новой норме. А, все, предгиблил этого, да, 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 я понял, большое спасибо. Я просто думал, он пополняет сейчас C0, это я сейчас осмотрелся. Значит, пространство аж как си, несмотря на то, что не существует экономической эрмины. Я хотел на этом уже закончить. Дальше я сам не читал, там просто эта страница 7 или 8 вот этой темы, и там типа реально дальше что-то доказывается. Вот, я признал. следующий раз мы пройдем до непрерывных Соболевских цепей, да? Ну да, думаю, да. Теперь мы продолжение, все классно. Окей, хорошо. Слушай, еще такой вопрос. Угу. Я знаю. Что ты все-таки планируешь сделать конкретно по характеристическим классам? послушал подкаст, получается, ты планируешь просто аксиоматически задать и потом бахнуть гомоморфизом Черновеля? Я думаю, нет, смотри, просто я подумал, как доказать, что они одинаковые, ну, потому что у нас вообще есть аксиоматическое же их задание. Я это не знаю. Да, 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 ну, то есть, ну, нужно просто проверить, что, как бы, и... У нас есть теория моей единственности, поэтому да. Да, что они этим условием удовлетворяют, это одно и то же, вот, а дальше нужно будет уже поискать, где там одни классы помогают другим, ну, и наоборот. Где одно определение помогает другому. Ну, я вот, кстати, думал, ты слышал про теорему о сфере? А что за конкретная теорема? Типа, ну, в такой слабленной формулировке штука такая. У тебя есть какой-то трехмерный кстати, ты вот сейчас рябищев видишь трехмерным многообразием, ты следишь за ним? Не, не слежу. Ладно, я тоже не слежу. Рябищев? По трехмерному мереобразию? Ну, Андрей, рябищев. Ну, тогда гляну. Вы ему, что ли? Да, вы вне зависимо. Классно. Я посмотрю, когда, да. Если там, типа, не что-нибудь сложное, а так, вайтулу посмотреть под пивко, то сразу стих. Ясно, то есть вообще в чем прикол? Если М компактное трехмерное многообразие с нитривиальной второй фундаментальной группой, тогда это что? В смысле гомотопической. А, да, нитривиальная вторая. Ну, да, 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 то вот элемент вот этой группы, он, оказывается, представляет собой вложение двумерной сферы или проективной плоскости. Двумерной сферы и проективной плоскости. Или, или. Ну, как бы, ну, это же по определению, это, P2, это что такое? Это с точностью до гомотопии отображение S2 в это самое? Ты не понял, вложение. А, отложение именно? У тебя, с точностью, у тебя гомотопия, ты берешь, бахаешь, абсолютно любое отображение, оно даже, в принципе, погружением быть не может. То есть, не обязанно. ты берешь его гомотопический класс. А тут именно вложение. То есть, мы что-то шамане касательно растворения. Просто доказательство этого в массе столинксе, оно использует в конце игру, там, столинкс решил поиграться с графом игру, в теорию, ну, в общем, да. А я вот думаю, может, все-таки как-то можно через харр-классы пойти. Погоди, ну, ты говоришь, что там что-то с массой есть, но вот харр-классы, они у нас говорят, да, гипотезы массы, которая дает нам, любое трехмерное многообразие лежит в 4-х, в R4. Гипотеза массы не слышала такой. Да, она, кстати говоря, по-моему, была гипотеза до 90-х где-то. Ее доказали? Или проверили? Ее доказали. То есть, это, короче, формула такая, что у тебя n-мерное многообразие вкладывается в 2n минус количество единиц в двоичной записи размерности многообразия. Не понял. И еще раз. Можно, пожалуйста? Вот, типа, там 3, там трехмерное многообразие, оно записывается в двоичной системе как 1-1, то есть 2 единицы. Значит, оно вкладывается в 2n минус 2, то есть 6 минус 2, то есть 4. Говорит, то, что у тебя всякое многообразие вкладывается в 2n минус количество единиц в реалистичной записи, да? Ну, да. Ну, в 2n записи. Нормально-то. Да, то есть там такие, там, типа, комбинация идет использования характеристических классов и этих самых стензодовых квадратов. Так это реально можно вставить? Да. А ты с кем статью, пожалуйста? Я посмотрю, насколько я могу разобрать, потому что у меня сейчас квадраты как раз-таки с ними пытаюсь разобраться, что классы Штифеля Уитни через них определяются. Определяются? Я такого не знал. Нет, там просто есть такая штука, которая называется формулой Классы Штифеля Уитни могут определиться как-то через стензодовых квадратов. Они в оригинале определяются через стензодовых квадратов. Потому что вот это свойство там там то, что сейчас скажу. Там сумма вот этих расслоений она именно переводится в такую сумочку по кап-произведениям это вообще свойство стензодовых квадратов. Все, что симметрическое, это вот операция Адамса и Ани. Да. И в том же Милна Ристафише это по идее наверное параграф восьмой первой главы там это и говорится. То что вот действительно давайте мы доказали единство давайте мы построим наконец-то вот эти наши долгожданные классы Штифеля Уитни. И он нам использует киндер 2 квадрата. А учитывая, что Милна Ристафи фактически самый первый учебник, то похоже они так и определяются. Возможно. То есть их можно определить вообще через башню Костникова еще. Но это уже как такой коверкинд. Прикольно. Ясно. Нет, слушай, я вот там фамерка Фуксия там определение классов Штифеля Уитни она короче как препятствие на сечение этого самого многообразия Штифеля. Так и есть. Ну ладно. То есть ну да. Так и есть. Вот. Я если что, саму гипотезу Масси вообще никогда не смотрел, как она там доказывается. Это просто ссылка была. Если она была только в конце 90-х годов и была выдвинута Масси, нескоро там светит. Масси Конжекция. Так я вот так и не думаю. Здесь у меня есть пустится Масси Конжекция for Mbindings. Можете прямо сейчас и найду.